В общем, тема такая. Сейчас очень много людей паникуют из-за возможного контрнаступления Украины. Вот что думаете на эту тему? Ничего. Ну, как думаете, это возможно или нет? Сейчас панику создают эти дроны в Шебекино, по-моему, тоже какие-то события происходили, дома разрушены. Ну, есть какая-то на данный момент тревога по этому моменту? Да нет, вообще ничего. Ой, я такое не комментирую. Стараюсь избегать всего этого. Это может быть как-то эгоистично, но мне это очень тяжело дается. Вот какие-то страхи есть на эту тему? Какие мысли в общем? В общем, да, особо никаких страхов нет пока что. Будем смотреть по ситуации. Украины, деньги, наступление, надо им денег. Вот они говорят, будем наступать, дайте нам денег. Так все. А оружие там все, ну, в этом дело. То есть будут с Америки, с Европы выкачивать? Конечно. Ну, наверное, дойдем до границ Польши. Только не сейчас, а год, два, три, ну дойдем. Вот этим и получится. Больно-то не вникала, но я думаю, да, да, они могут пойти в контрнаступление. Какой-то страх на эту тему есть? Конечно. Я всегда переживаю за наших ребят, во-первых. Ну, это же дети наши. И все, хотелось бы, чтобы это все закончилось. Я, как и любая мама, хотела бы здоровья всем. Ну, и все материя, наверное, хотя бы с украинской стороны и с нашей стороны. Все любят своих детей и хотят, чтобы это все быстрее разрешилось, дети вернулись домой. А как можно повлиять вообще на то, чтобы быстрее закончилось? И можно ли вообще? Как повлиять? Ну, это только разум наших руководителей. То есть мы просто только ждать можем? Да. А мы что еще можем? Только молиться и ждать. Если бы была возможность, я бы пошла тоже за наших ребят, помогать даже пошла. Две сильные державы могут дать друг другу сильный отпор. Посмотрим. Украина и Россия? Да. Украине помогают многие страны. В России сильный ВПК. Шансы примерно равны, судя по тому, что там происходит на линии боевого соприкосновения. Вот сейчас такие события происходят, что и некоторые города России уже там под обстрелом взрывы происходят. Да, моя родная Белгородская область. И она то беспилотники падает, то есть, ну, всякое такое. Родственники, которые в Украине, тоже самое испытывают. Я говорю, у обеих сторон примерно те же проблемы. Ну, я не верю, что они будут наступать, потому что у нас армия большая, сильная. И дураком надо быть, чтобы нападать на Россию. Несмотря на то, что США и другие страны могут помогать Украине в этой борьбе, я думаю то, что у нас очень сильное население, очень сильные солдаты, которые всегда дадут сильнейший отпор. И техника наша, которая расположена на боевых базах и вообще по всей России, не допустит такой ситуации, чтобы вообще Украина попыталась торгнуться на наши земли. Ядерный держава не может проиграть. Но мы же не скинем там, даже если будем проигрывать ядерное оружие. А у нас не будет вариантов. То есть, либо победа, либо уничтожение всего мира? Ну, тут все просто. Либо мы, либо они. Вот мы как-то можем повлиять на это, чтобы... Лично люди? Все закончилось, да. Я думаю, нет. Хотелось бы, но... Как все видят ситуацию, то не знаю. Некоторые даже вообще не знают, что происходит. То есть, как бы так. Будут больше дронов, если прилетать, тогда может как-то народ более-менее активизируется. Угу. Просто я слышу уже то, что в некоторых наших городах появляются там изрывы и выстрелы. И даже в Москве, до Москвы долетают какие-то дроны. Угу. На Книжне налетели? Насколько я знаю. Нет, там на Ленинском, в здание врезалось. Ну, я вообще не считаю, честно сказать, то, что все это шоу больших людей, чтобы тревожить наши сердца рабочие. Чтобы мы немножко трепещали и боялись. Угу. А большие люди это кто? Это... Ну, кто во власти? А кто во власти, неизвестно. То ли президенты, то ли люди должны быть. Ну, всяко не люди. То есть, думаете, кто-то даже там президентом и всякими высшими чинами, которые управляют страной? Ну, вы сами подумайте. 21 века. Мы воюем человек с человеком. Я считаю, что это вообще все неправильно. В нашем веке мы должны бы уже осваивать космос, как минимум. Эх, нет. Ничего не думаю. Из-за чего так? А почему? От меня ничего не зависит от моего решения. Есть командование. Просто думают. Угу. Я-то что могу решить? Призовут – пойду. Я медсестра. Абсолютно. Это следовало ожидать. Они нас не оставят в покое. Нашу страну хотят разодрать на клочки. Я против этого. Я не хочу жить в резервации, как индейцы. Я хочу, чтобы моя внучка училась в школе, жила в своей стране. Любить. Как начнется, так и закончится. Сила несопоставима, так сказать. Все-таки, да. Так или иначе, всему придет конец. Ну, будем надеяться. Вот мы, как обычные люди, мы можем как-то повлиять на ситуацию или невозможно? Надейся и верь. Единственное, что могу сказать. Надеяться и верить, что все пройдет, все закончится. И положительно для обеих сторон, естественно. Ну, вообще, Россия может, по-вашему, победителем выйти из данной ситуации? Что есть победа? Я не знаю, какие цели. То есть, вот эти расплывчатые цели, деноцификация, демилитаризация. Это очень расплывчатое понятие, в зависимости от того, что будет подразумеваться под победой. Если сохранение тех территорий, которые на данный момент под контролем, то вполне. Если полная оккупация Украины, очень вряд ли. Если смена режима, может быть, а может быть и, наоборот, обратные события, о которых по закону нельзя, наверное, говорить. Ну, вот мы, как россияне, можем как-то повлиять на всю эту ситуацию, чтобы это все закончилось? Если вы за эти события, за все, что происходит, то можно поддерживать фронт. Если вы против этих событий, то можно, чтобы по закону все было, ну, не знаю, лоббировать как-то свои интересы через депутатов и так далее. Лично я против каких-либо переворотов. По одной простой причине это будет хуже событие для Российской Федерации, чем все остальное. И украинцы. Украинцы нормальные люди. У меня уже родственники с Украиной. Мы жили, все прекрасно, замечательно. Не знаю, что произошло. Взяли, переформатировали целую нацию. Они, по сути, такие же русские, как и мы. Вы посмотрите, фамилия в Москве. Через одну украинская. Прост?